Здравствуйте! Сегодня хочется поговорить о такой пресловутой, в хорошем смысле этого слова, весьма славной, то есть преславной проблеме скрытой массы. Оказывается, внимательные наблюдающие за Вселенной астрономы установили, что те галактики, которые они наблюдают, и которые светят, освещают наш мглистый путь к прогрессу, они имеют, видимо, массу несколько больше той, чем масса светящихся звезд. Значит, есть еще какая-то темная материя, не светящаяся, в составе этих галактик. И вот к этой теме-то хочется вернуться. Вы знаете, я вам хочу напомнить, как дело было, когда появилась наша Вселенная. Прошло примерно 700 тысяч лет. Ну, кто говорит 700 тысяч лет, кто говорит 1 миллион лет. Это было все очень быстро. Вселенная сейчас уже далеко, за 10 миллиардов лет. То есть это было очень-очень давно. Так вот, прошли эти годы, и плотность вещества, заполняющего Вселенную, стала достаточно маленькой для того, чтобы электроны и протоны рекомбинировали друг с другом. Случилось то, что называется «да будет свет». Рекомбинировали протоны с электронами, образовали атомы водорода, и при этом они спустили фотоны. Каждая парочка электрон-протон испустила по одному фотону. Эти фотоны до сих пор летают в просторах Вселенной. Это называется реликтовое излучение. Количество этих фотонов, в общем-то, известно. Несколько сотен на кубический сантиметр. Приличное количество, их тут везде, они с нами летают, болтаются. Но дело не в этом. Дело в том, что это как раз именно столько вещества существовало во Вселенной исходно. Так вот, оказывается, этого вещества больше примерно в два раза, чем сейчас наблюдают астрономы в свои телескопы. Куда же пропало? Куда же пропало это вещество? И, кстати говоря, этой пропажи все равно мало. Все равно мало для того, чтобы объяснить нехватку массы, которая приводит в движение орбиты звезд, вращение галактик. Вокруг чего крутится, непонятно. Так вот, вопрос выглядит так. Видимо, половина массы Вселенной уже провалилась в черные дыры. В черные дыры. Популярный очень объект, супермаленькие объекты, суперплотные, да? Относительно плотные, конечно, обладающие огромной массой. И вот они-то и поглотили половину всех протонов и электронов. Но этого, оказывается, тоже мало. Куда же делись остальные? Самая большая загадка в истории Вселенной – это то, как она выглядела, как она развивалась до того момента, когда стала прозрачной. То есть до того, как ей исполнилось примерно 700 тысяч лет. Особенно загадочно – это поведение этой планеты в ультракороткие времена, в промежутки времени после сотворения Вселенной, так мне и хочется сказать. Но после возникновения, после появления, ну, лучше сказать сотворения. Все-таки как-то более привычный термин. Вот что тогда было? Скажем, через 10 в минус 48 секунды. Представляете, какая была маленькая плотная Вселенная. Единственное, что ее спасало от схлопывания, от превращения в одну большую черную дыру, это то, что никто не знал, что находится на расстоянии 10 в минус 48 световой секунды. Это абсолютно небольшое расстояние, гораздо меньше размеров протона, скажем так. Не могла тогда черная дыра образоваться. Ну, так вот, в первый момент времени, все-таки, видимо, очень маленькие черные дыры таки образовывались. И вот эти вот маленькие, не сказать микроскопические, небольшие черные дыры до сих пор, наверное, живые. До сих пор скрывают ту массу, которая провалилась в них еще до рекомбинации протонов и электронов. И о существовании которой мы по реликтовому излучению судить не можем. Вот такая вот история. Это еще не раскрыто до конца. То есть, может быть, вы когда-нибудь это откроете. Это будет очень здорово. Всего доброго, до свидания, всех благ.